Глава 114. Сухоруки. Аня, худенькая маленькая девочка, стояла рядом с Аней, задрав голову. — А можно я напишу письмо твоей тёте? — Какой тёте? У меня нет тёти, — удивлённо ответила Аня. — Ну, той, которой ты ездишь на выходные, и чью фотокарточку ты нам показывала. Она мне очень понравилась, и я хочу написать ей письмо. — Напиши, — улыбнулась Аня. — А как тебя зовут? — Меня тоже Аней зовут. А чтобы у нас имена получались разные, зови меня Анютой. Глаза девочки заблестели при этом. Ей так хотелось ласки. На уроке она взяла листочек бумаги и, стараясь не обращать на себя внимания, начала писать. — Добрый день, тётя Лена. Как у вас дела? — У меня всё хорошо. Я думаю, что вас тоже, — пишет вам Аня. Но чтобы вы не подумали, что это та Аня большая, зовите меня Анютой. Я вас, конечно, не встречала, но видела на фотографии. А теперь я хочу что-то сказать. Я вам желаю всего самого наилучшего в вашей жизни и чтобы вы никогда не болели, чтобы вы никогда не плакали, а только смеялись и радовались. У меня день рождения 7 мая. Ещё у меня есть сестра. Её зовут Таня. У неё день рождения тоже 7 мая, только она старше меня на 10 минут. Ещё у меня есть братья. Одного звать Женя, другого — Саша. Женя учится в 11 классе, а Саша учился в деревне. Когда закончил школу, переехал в город. Саша глухонемой, и поэтому мы с ним разговариваем на бумаге. Я в семье самая младшая. У меня и у Тани косоглазие, но это не беда, потому что мы с ней носим очки. Мою маму звали Лариса, она умерла. Папу моего звали Володя, он тоже умер. Я по ним часто плачу, потому что у нас осталась только бабуся, а дедуся погиб на войне. Нам помогла гуманитарная помощь, а иногда и Красный Крест. Когда у бабуси Шуры не стало денег, чтобы купить хлеба, она оформила нас сюда. Нам тут нравится. Я вас люблю и целую. До свидания, тётя Лене от Анюты. Анюта сложила листочек и на переменке отдала Ане. Конверта у неё не было. Когда мальчики пришли к дедушке, на столе лежали мочёные яблоки. Заметив их нерешительность, дедушка предложил. Мойте руки и начинайте с яблок. А потом мы с вами посмотрим, что же новенького сегодня мы узнаем из Библии. Как вы думаете, Слово Божие производит воздействие? Я не знаю, чем это объяснить, сказал Саша. Но я стал другим. Даже думать стал по-другому. Ребятки, Слово Божие живо и действенно. Оно меняет сердца и души. Оно меняет отношение к себе, к греху, к окружающим. Я смотрю, вы быстро справитесь. Помните, вчера мы с вами читали, что Иисус ушёл в синагогу, и там был человек с сухой рукой? Да, да, подтвердил Славик. А все ещё смотрели, будет он исцелять или нет. Так вот, давайте мы с вами прочитаем, что же было дальше. Откроем Евангелие от Марка, третью главу, и прочитаем третьи и четвёртые стихи. Он сказал человеку с иссохшей рукой, встань перед всеми. А им Иисус сказал, что должно творить, в субботу добро или зло, сохранить жизнь или погубить её. Но они молчали. Иисус раздневался на этих иудейских начальников, потому что они ожесточили сердца свои против того, чему Бог старался учить их. Именно так поступил фараон, когда Бог послал Моисея сказать ему, чтобы он отпустил израильтян из Египта. Фараон ожесточил своё сердце против Бога и решил поступить по-своему. Бог погубил этого порочного человека и опустушил его страну. Людям очень опасно ожесточать свои сердца против Бога и его посланий. Бог неминуемо истребит всякого, кто откажется повиноваться Ему. Каждый, кто выступит против Бога, погибнет. Читай Юра 5 стих. Он обвёл их гневным взглядом и, скорбя об их ожесточении, сказал тому человеку, протяни руку. Тот протянул руку, и она снова стала здорова, как другая. Иисус полностью исцелил слухорубкого. Никто не мог сделать этого, кроме Бога. Иисус есть Бог, а Бог всемогущий. Дедушка, дедушка, как Иисус исцелил этого человека? Спросил Саша. Что он сделал? Он сказал несколько слов, и человек исцелился. Вспомните, когда Бог сотворил мир, Он всё сделал лишь одним Своим словом. Иисус есть Бог. Он сотворил все сущие простым повелением. Таким же образом Он повелел этому человеку исцелиться. И исцеление свершилось. «Вот здорово! Если бы он был сейчас с нами!» Мечтательно произнёс Славик. «Ну что, пойдём дальше?» Читай, Славик, стих 6 из главы 3 Евангелия от Марка. Посмотрим на реакцию окружающих. Но фарисеи вышли и сразу же начали сговариваться с фарадянами, чтобы погубить его. «Что он плохого им сделал?» Спросил, нахмурившись Юра. «Иродианы были сторонниками царя Ирода. Они не желали другого царя. Сашок, читай 7 и 8 стихи. «А Иисус вышел со своими учениками к озеру. Множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и Из-за Иордана, и те, кто жил вокруг Тира и Сидона, следовали за ним. Они шли к нему, потому что слышали о его деяниях. «Так это же была уже огромная толпа!» – воскликнул Саша. «Наверное, новость разлетелась быстро, и народ спешил со всех сторон». Да, огромные толпы людей из ближайших мест приходили услышать учение Иисуса и исцелиться от своих недугов. Юрочка, теперь твоя очередь. Читай 9 и 10 стих из той же главы. «Так как собралось много народа, Он велел своим ученикам приготовить лодку, чтобы толпа не раздавила его. Он многих исцелил, поэтому больные толпились вокруг, чтобы дотронуться до Него». Иисус учил народ на борьбу озера, называемого Галилейским морем. Там собралось множество народа, желавшего приблизиться к Иисусу, что Он велел ученикам приготовить лодку на случай, если толпа совсем стеснит Его. Никогда никого не было подобно Иисусу. Он величественнее всех. «Даже прикоснувшиеся к Нему и верящие, что исцелятся, сразу же исцелялись, независимо от тяжести и болезни». Считай славик 11 стих. «И всякий раз, когда нечистые духи видели Его, они падали перед Ним ниц и кричали «Ты – Сын Божий!» Иудейские начальники не верили, что Иисус Христос действительно Сын Божий, а нечистые духи знали, кто есть Иисус». До того, как они последовали за сатаной, они знали Его и служили Ему на небесах. «Сашок, прощи 12 стих». Он строго запрещал им говорить о том, кто Он. «Дедушка, а почему Иисус им запрещал?» – спросил Юра. «Он не хотел, чтобы люди уверовали в Него из-за того, что говорили о Нем нечистые духи. Иисус хотел, чтобы люди из Его учения поняли, что они грешники и нуждаются в Нем, как в Своем Спасителе. Богу не нужно совершать чудеса, чтобы заставить нас уверовать в Него. Он ждет, что мы уверуем, благодаря написанному в Библии». Читая Юрка стихи с 13 по 19 из главы 3 Евангелия от Марка. «Он поднялся на гору и призвав к себе, кого хотел, и они пришли к нему. Он выделил среди них 12, которых назвал апостолами, чтобы они могли быть с ним, дабы он мог посылать их проповедовать, и чтобы они имели власть изгонять бесов. Вот кто были те 12, которых вывел он. Симон, которому он дал имя Петр. Иаков, сын Зеведея, Иоанн, брат его, которым он дал имя Ванергес, то есть сыны Грома. Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, сын Алфея, Фадей, Симон Канонит, Иуда Искариот, Который предал его. У Иисуса было много учеников, которые следовали за ним и учили послание Божие. Из большой группы своих последователей Иисус выбрал 12 учеников, ставших его особыми учениками. Они помогали ему в обучении народа, истелении людей и знании бесов. Иисус замыслил подготовить этих людей к тому, чтобы они стали его апостолами или особыми представителями. Помните, Иисус призвал еще Левия, Матфея, который был сборщиком налогов, и тот последовал за ним. Большинство из этих 12 учеников, которых выбрал Иисус, были не очень образованными людьми. Не были они и богатыми. До того, как последовать за Иисусом в качестве его учеников, некоторые из них были простыми рыбаками. Но они поняли значение веры Спасителя и необходимость учиться у Него, Иисуса Христа, которого Бог посылал на землю. Все они верили в Него, за исключением одного – Иуда Искариота. Иуда сказал, что он согласен с Богом и истинно уверовал в Него, но говорил он это лишь устами. Он был лицемером. В душе он не соглашался с Богом. В действительности он не верил, что Иисус Христос есть Спаситель, который избавит его от власти сатана, греха и смерти. Другие 11 учеников не знали, что Иуда лишь притворялся истинным верующим. Но Иисус знал, каков был Иуда на самом деле. Иисус знал, что Иуда однажды предостил врага. Вечером Саша жив рассказывал то, что сегодня они услышали от дедушки. Ему было очень важно, чтобы каждый из слушающих понял эти простые истины. Иисус видел сердца окружающих людей. Он исцелял людей от недугов. Он обладал властью над бесами. Иисус Христос был истинным Богом, но религиозные начальники отвергли Его. Иисус выбрал себе последователей и учеников из обыкновенных людей. Он хотел, чтобы весь мир узнал о том, что Он пришел спасти мужчин, женщин и детей от власти сатаны и наказания за их грехи. И Он также знал, что один из его собственных учеников в конце концов предаст его на смерть. «Как?» – не выдержала Лариса. «Он знал и не избавился от него? Этого я вообще не понимаю». «Я не знаю. Мы еще не дошли до этого момента. Одно только я усвоил, что Бог знает, что Он делает, и Ему можно доверять. На вопросы хотите отвечать?» «Да, да, давай!» – послышалась со всех сторон. «Ну вот, тут уж я никак не согласна», – возразила Лариса. «Как это? Бог не примет тех, кто делает добрые дела. А что, за злые дела примет?» «Совсем нет», – вмешалась Валентина Николаевна. «Ты много пропустила. Мальчики вначале еще говорили, что к Богу можно прийти только одним путем – путем веры в Иисуса Христа. Он один может простить грехи и спасти от вечной муки. Ни богатства, ни добрые дела, ни обряды нас не приведут к Богу». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok